Мы обеспокоены тем, что Украина может стать разменной монетой типа Югославии, типа Вьетнама и других стран, на которых тренируется Америка, чтобы достичь одной цели – покорить нас, Россию. А здесь, я вот смотрю, здесь хорошие мои друзья, представители всех национальностей, здесь же и узбеки, здесь и таджики, здесь и русские, здесь и представители и татарской, и чувашской, и мордовской, и белорусской. Вот это радует, потому что мы все вместе, а вместе мы чего-то стоим, а мы, наверное, действительно чего-то стоим. Хорошая поговорка есть про Венинг, вот по одной вылке можно весь поломать за 3-4 минуты, а вот целый, сплоченный, его будете ломать и сутки, и другие, вряд ли вы его сломаете, не хватит сил. И вот мы сегодня должны помнить об этом прекрасном качестве, быть вместе, и чтобы нас никто не сломал и даже не посмел ломать. Я, по-моему, здесь ни одного равнодушного нет. Если ты сюда пришел, все переживают за судьбу Украины, все переживают за судьбу Крыма и за судьбу всей юго-восточной части Украины. Поэтому мы здесь по зову сердца, по зову души. Мы видим, что сейчас творится в этой стране, в том, что там сейчас идет разлад, вот, и никакая другая страна, наверное, не поможет Украине, кроме как России. Вот, и поэтому данный митинг показывает, что обычные граждане России, такие, как я, такие, как все здесь, студенты, рабочие, они поддерживают Украину, выступают за ее национальное единство и за дружбу с Россией. Мы сегодня здесь пришли на митинг, чтобы поддержать жителей, российских жителей в Крыму. Мы голосуем против оппозиции, мы за мир во всем мире. Ситуация, которая сейчас сложилась в Украине, требует вмешательства российского государства. Мы переживаем за весь украинский народ, с ним солидарны, и хотим, чтобы он процветал так же, как и наша страна. Мы призываем, чтобы прекратилось насилие, чтобы возобновился нормальный политический процесс консолидации общества. Призываем всех тех, кто хотел бы использовать нестабильную политическую ситуацию, этого не делать, потому что последствия будут самыми негативными. Нельзя допустить павилизации роста насилия в обществе. Братство русского и украинского народов – реальность, выстроена на истории и многих поколений наших кэтов. Эта реальность, живущая в наших сердцах, должна определить наше будущее. Те, в чьих руках находится сегодня власть в Украине, призваны не допустить эскалации насилия и беззакония. Мы поддерживаем политические, дипломатические усилия руководства нашей страны по регулированию ситуации, а так же требования по защите прав граждан в Украине, независимо от их национальной предотвращенности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова